С совершенством почти античных форм эта белоснежная красавица напоминает римскую цифру 10. Веслу, соответственно, единицу. Всего выходит 9. Вооруженный спортинвентарем на яде воплоти. Галине Вечерковской без 9 лет век отроду. Но бабушкой с веслом назвать ее язык не повернется. Мне всю жизнь были. Вот мне было, допустим, 30 мне давали, 20, 40 мне давали. Это у меня такая вся жизнь. В ее жизни, что не числительно, то или рекорд, или пример для подражания. Дочь врага народа пришла в спорт по нынешним меркам поздно, уже за 20. И за два года смогла заработать сразу 4 разряда. Делая успехи в баскетболе, вела гонки, лыжном спорте, в академическую греблю влюбилась с первой тренировки. И эта любовь оказалась взаимной. Вот это все чемпионаты мира. Самое свежее золото с озера Блед в Словении Галина Яновна привезла этой осенью. Соревнования среди ветеранов рекордные по количеству участников и более 6 тысяч спортсменов. Мечерковская выиграла в паре с шестикратным чемпионом СССР Романом Захаровым. В этом году уже не пошла в одиночку, пошла только в двойки. Я не хотела 13 медалей. Черт, ты уйдешь. В 30 с хвостиком на ее счету уже было несколько европ и всего одно поражение. Соперниц англичанок удалось таки обогнать. В 62-м шла в двойки и с температурой 39. Когда мы шли эту гонку, никогда с таким подъемом и с таким отрывом, как остановку везли остальных, мы не гонялись. Пришли, выиграли, все. Но я на нервную почву бросила весло в воду. Сказала, все, больше я вообще к лодке не подхожу. Все. Тут же пары заключила на шапанской, на торты, все. Конечно, все проиграла, потому что в следующий год поехала в Германию. И все же перерыв в спортивной карьере случился. Полувековой. За веслом Галина Яновна вновь потянулась в свои 84. Выйти из лодки. Надо сделать пистолетик и сесть. А это очень трудно. Уже. Да и лодка ведь она, наверное, легче там нет. И поэтому вот эти упражнения. Хап! Встать. Вот я делаю в день 18 раз, для того, чтобы эти мышцы были готовы. Секреты ЗОЖ от Галины Вечерковской выглядят подозрительно простыми. Но несколько цифр стоит запомнить. У меня здесь круг. Три километра, пять километров, семь километров и десять километров. Я ем четыре раза в день. У меня железные. Вот он мне обязательно должен первый. Вот сейчас рассольник. У меня эти куры. У меня первый раз, наверное, за десять лет купила пельмени. Похоже, чашка кофе в день ей не очень-то и нужна. Энергичная Галина Яновна 11 лет писала в Смольной и добилась надбавки в пять тысяч рублей для своих возрастных коллег. Чтобы заслуженным мастерам спорта и инвалидам дали дополнение на лекарства к пенсии. Даже по дороге на тренировку, сидя на пассажирском месте, обладательница звания «Женщина года» продолжала рулить в направлении книги рекордов Гиннеса. Немец Гельмарт Вурт прыгнул с Тарзанки в 83 года. Представляете? Австралийских и американских ровесников уже вписали. А как же Россия, беспокоится Галина Яновна, у которой шансов никак не меньше. Просто пенсия до организационного взноса не дотягивает. Но следующий чемпионат заокеанский. Может быть, на месте разберемся. А случится что? Слышишь, не горюй, рассекай весло, гладь небесных струй. Ведь твое весло, как лихой булат, все поправили, все пойдет. Юлия Олещенко, Марк Тюнев, Сергей Каратышкин, Екатерина Ирохова и Мурат Рысуль-Заде. НТВ, Петербург.